На развитие сельхозкооперации из областного бюджета области выделят 138 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на субсидирование закупки молока у фермеров. В регионе наблюдается уменьшение производства продукта за год средним на 2,5%. Впрочем, в 2016-м ситуация должна измениться. Владимир Якушев предложил проект по развитию молочного скотоводства на личных подворьях селян. Уже определены пилотные площадки. Это и Утровские, и Юргинские районы. В Викуловском районе 29 учителей пополнили резерв управленческих кадров. Теперь, если где-то понадобятся директора школ или завучи, педагоги смогут занять эти места. Чтобы повысить свою квалификацию, они два года посещали лекции и семинары. Программа спецкурсов была обширной. Акции «Узнаю свои долги» провели приставы и налоговики в аэропорту Рощина. В крупнейших торговых центрах города госслужащие предлагали тюменцам проверить наличие задолженности и подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Для этого был необходим только паспорт. По статистике, с каждым разом в акции участвует все больше людей. Сорокинский район готовится к битве. Первый конкурс самодеятельных хоровых коллективов муниципалитета пройдет через две недели. Сейчас репетиция. Заявились на участие девять предприятий, организаций. Среди них сельские поселения и районная больница. За каждым хором закреплен свой наставник. Конкурсная программа состоит из двух произведений. Патриотическая песня и песни по выбору. Победители представят район на региональном уровне. В Тюмени прошел седьмой чемпионат ползунков. Спортсменам в возрасте от шести месяцев до двух лет нужно было максимально быстро проползти 10 метров. Родители как могли помогали прийти своим малышам к заветному финишу. Мотивацией были еда, гаджеты и даже чайники с утюгами. С каждым годом конкурс становится популярнее. В этот раз в нем участвовало более двухсот малышей. Для многих чемпионат ползунков это семейный праздник. Редактор субтитров А.Семкин